Сахарова Злата, 9 лет, Боусош, 102, Павел Великжанин, частичка души. Говорят, остается на фото, частичка души. Хорошо, если так. Знаю, правильно ли я? Лишь по фото. Его запах сирени в победных объектах душил одного, кто остался живым из их маршей вороты. Он смотрел в объектив, как до этого тысячу раз он заглядывал смерти в свинцово-пустые глазницы, отгоняя ее от испуганной девочки глаз по изрытой металлом земле через три госграницы. Эта девочка станет когда-нибудь бабушкой мне, но об этом и прадед уже никогда не узнает. Для меня он навечно остался в берлинской весне. Вспышкой магния вырвана миги победного мая. Погляди на меня. Ну-ка, внучка, ровнее дыши. Дескать, всюду протопает матушка наша, пехота. Говорят, остается на фото частичка души. Хорошо, если б так. Ну, хотя бы для этого фото. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И словно к настоящему пощечина Сомненье в том, что я люблю сейчас. Смотрю французский сон с обилием времен, Где в будущем не так, и в прошлом по-другому. Позорному столбу я пригвожден, Барьеру вызван я языковому. Ах, разность в языках, неположение, Крах, но выход мы с тобой отыщем и обрящем. Люблю тебя и в сложных временах, И в будущем, и в прошлом, в настоящем. Спасибо. Это же стихотворение. Антон Палович Чехов, Размазня. Читает Кира Ревковская. На днях ко мне в кабинет пришла губернантка моих детей, Юлия Васильевна. Нужно было посчитаться. Садитесь, Юлия Васильевна. Вам, наверное, нужны деньги, А вы такая церемонная, что сами не спросите. Ну, договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц. По сорока. Нет, по тридцати. У меня записано. Прожили вы два месяца. Два месяца и пять дней. Ровно два месяца. У меня записано. Следовательно, вам значит шестьдесят рублей. Вы шесть девять воскресенья. Вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, А гуляли только. До три праздника. Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку. Но ни слова. Три праздника далось, следовательно, двенадцать рублей. Четыре дня. А Коля был болен, и вы не занимались. Вы занимались одной только варенью. Три дня у вас болели зубы, и вы не занимались после обеда. Двенадцать и семь девятнадцать. Вычесть остается... Хм... Сорок один рубль. Верно? Левый глаз Юлии Васильевны наполнился слезами. Подбородок ее задрожал. Она нервно закашляла, засморкалась, но ни слова. Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой два рубля. Чашка стоит дороже, она фамильная. Но бог с вами, деныш не пропадала. Потом, по вашему недосмотру, Коля полез на дерево и порвал себе сердучок. Долой десять. Горничная, по вашему недосмотру, украла в варе ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалование получаете. Долой еще пять. Десятого января вы взяли у меня десять рублей. Я не брала, шепнула Юлия Васильевна. Но у меня записано. Ну пусть. Хорошо. Из сорока одного, вычесть двадцать семь, остается четырнадцать. Оба глаза наполнились слезами. На длинном хорошеньком носике выступил пот. Вот. Бедная девочка. Я раз только брала. Три рубля. Больше не брала. Да? Ишь ведь. А у меня и не записано. Долой из четырнадцати три. Остается одиннадцать. Вот вам ваши деньги, милейшая. Три-три-три. Один и один. Получите сумму. Она взяла и сунула под дрожащими пальчиками одиннадцать рублей в карман. Мерси. Прошептала она. Мерси. Меня хватила злость. За что же мерси? За тенью. Но ведь вас обобрали, ограбили. За что же мерси? В других местах мне вовсе не давали. Не давали? И не мудрено. Вы получили жестокий урок. Мерси. Ой, смотрите, гриб нашла. Ой, как далеко я ушла. Да? Вот еще гриб впереди. Вот так счастье. Посмотри. Вот свинушки. Вот опята. Вот лисички. Вот маслята. Ой, а сколько земляники. И черники. И брусники. Э-э-э-э. Подружки вы. Ау. Не бросайте вы одну. Где, подруженьки? Вернитесь. Ну-ка, дружно, отзовитесь. Ой-ой-ой. Видно, что-то заплутало. И совсем, совсем устало. Вот бы мне попасть домой. Счастье было. Ой-ой-ой. Подруженьки мои. Где вы? Подружки. Ау. Где вы? Под березки к елочке. Меж кустов и кочек. Таятся иголочки. Сгитые клубочек. Сзади нету хвостика. Спереди нет тоже. Небольшого хвостика. Но зато я ежик. Солнце, утро каждое. Свети очень важные. Но я не склонники. У меня не важный вид. Но любой вам подтвердит. Мирно ежик стоит. Недавно в наш лес грибники приходили. Найдут гриб и кричат. Я гриб нашел. Какое счастье. Я за ними бегал, бегал. На грибы смотрел, смотрел. А никакого счастья не видел. Интересно. А что такое счастье? Пойду-ка я по лесу. И у друзей зверя узнаю, Что за счастье. И с чем его едят. От березки к елочке Меж кустов и кочек Топятся иголочки, Сгитые клубочек. Заян нету хвостика. Спереди нет тоже. Небольшого хвостика. Но зато я ежик. Ты что, деджик, Полю загуляешь И ничего не делаешь? Собирай бы лучше Со мной малину. Видишь, сколько ее уродило? Вот счастье-то. А разве твоя малина Это счастье? Уф-уф-уф. Конечно. Но самое большое счастье Это сладкий мед. Счастье огромное Пури найти. Только вот страшно К нему подойти. Жадные пчелы Мед в берегу Жарят кусучие Мед не дают. Для нас, медведей Найти мед Самое большое счастье Я, мишка-косролапый Полюсу брошу И ульи полной меда Всегда я нахожу Люблю я кувыркаца Малиной лапулю А как придут морозы В берлогу спать ложусь Ой, но мне кажется Что счастье Это что-то другое Пойду я вот дальше искать Погнал От березки к елочке Меж густов и почек Таятся иголочки Избитые клубочек Сзади нету хвостика Спереди нету же Небольшого хвостика Но зато я ежик Говорят Ты ежик по лесу Счастье ищешь Ой, нашел у кого Про счастье спрашивать Что хорошего Когда лапы и морда Редки отмертят сладости А в животе пусто Другое дело Корочка Или петушок Вот это счастье Так счастье Я в леса не курочка Но очень люблю курочек Мое счастье Петушок Я как раз И гребешок Если мне его Схватить Лучше счастья И не быть Ой, какое-то счастье У тебя Съедобное Уф-уф-уф Ну съешь ты, петушка Тебе хорошо А петушку-то Мне сладко Где же Здесь счастье А счастье Это еще Одна моя шутка Пушистая Искристая Красивая И самая модная Нет большего счастья Журналом заграничных Выбираю я фасон Своей шутки Необычной Я смотрю со всех сторон От ушей И до хвоста Я лисичка Красота У меня На мягких лапах Заграничные Перчатки Модница Я вам скажу В этом счастье Нахожу От ушей И до хвоста Я лисичка Красота Нет Мне такое счастье Не нужно Поймать Даши Выска Прощай Исичка А может Чтобы счастье Быстрее дойти Надо спеть От счастья В пути А за счастьем Никуда ходить Не надо Это счастье Да С нами рядом Не поверишь Но счастье Даже спать Не надо Щастье Рядом 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 Всегда Рядом 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 Что же это получается? Я забираюсь в зал. Мне надо найти жениха. Молодого и красивого. Но я не могу никого пригласить во дворе для знакомства. Вдруг мой будущий жених засмотрится на дела снежку? Нет. Не бывайте кому. Как я расстроена. Я боюсь, у меня из-за этого на щенке на лице появятся. Скажи, лишь бы не заплакать. Спокойно, да, да, спокойно. Если появляется соперница, то что нужно делать? У меня же есть волшебная книга, советую. В ней все должно быть написано. Ого. Читаю. Если появляется соперница, то ее можно повесить на логи на дереве. Можно облить кипятком, можно облить кипящим маслом, можно... Какая жестокость. Какая гадкая книга. Не, я очень добрая королева. Я красивая, но добрая. Я сейчас же прикажу страже отвезти белоснежку в лес. В самую чащу, в самую глушь. И оставить ее там, на опушке леса. Ну, по-доброму. Да и не забудь сказать страже, чтобы они завязали мои подчереди глаза. Чтобы она не нашла терапа назад. Моя ты радость. Сиди там на пеньке и жди. А если придут волки и съедят ее, то я тут не виновата. Такова жизнь. Жизнь жестока. А я очень, очень добрая королева. Как я добрая, как я добрая, Я так люблю и лису, и бобра. Я весела, я танцую, я бобра. Так я добра для лисы и бобра. Я так умна, я красива, я добра. По мне доброты, два ведра, три ведра. Я так умна, я красива, я добра. Какой темный и страшный лес. Королева сказала, что она хочет мне добра. И потому меня отправили сюда, в лес. Мне завязали глаза и вывели куда-то. Почему, отчего, я не знаю. Как это ужасно. Охранники дворца привезли меня сюда. Посадили на пенек. Дали вот этому кошку. В нем кусочек хлеба и бутылка молока. Они сказали, чтобы я шла прямо на юг. А вы шну на юг. Ой, кто это? Как кто? Ты не знаешь, кто я? Саяц. Саяц? А что ты тут делаешь? Вот, Дина, ты что, ни разу в лесу не бывала? Я тут живу. Вот моя нора. Заходи в гости, тут живет белокостик. А ты всем так говоришь. Ты не боишься никого? Да того мне тут бояться. Самый страшный зверь в лесу, это я, Саяц. Меня тут все боятся. В смысле? Ты самый страшный по силе? Нет, по красоте. Красота — это страшная сила. Я тут самый красивый. Посмотри, какой у меня мех. Какие у меня лапки, какой хвост. Я такой красивый, что муравьи перестают дышать, когда видят меня. Ветер перестает дуть, когда слышат меня. Листья с деревьев перестают падать, когда видят меня. А ты кто? Нет, я знаю, не говори. Ты, Белоснежка, тебя привели сюда разбойники в лес. Это были охранники. Нет, разбойники, злобные чудовища. Прекратите, господин Заяц. Надо верить людям. Королева приказала отправить меня в лес, потому что она хочет мне добра. У нее даже песни есть про добро. Вот что я тебе скажу, Белоснежка. Злобные чудовища — это твоя королева. Знаешь, что она приказала сделать? Она приказала окутать весь лес колючей проволокой, чтобы звери не выходили на поляну у замка. Она говорит, что звери топают. Посмотри на мои лапки, как они могут топать. Или лапы с собой, или лапы медведя. Да даже копыта коровы не помешает них ему спать. Она делает это все из-за вредности. Злобные чудовища. Она и тебя отправила сюда в лес, чтобы ты здесь погибла. Не надо так плохо говорить о людях, Зайчик. Ой, как мило ты меня назвала. Зайточек, побегаечек, поскакайчик, погуляечек. Меня так мило еще никто не называл. Хочешь морковку? Я садовод, я выращиваю овощи. У меня возле норы растет целая грядка моркови. Вот, сорвал только что. Это тебе. Ешь. Спасибо, Зайчик, но морковку не надо вымыть. Я потом найду речку, вымываю морковку и потом уже кем. А зачем ее мыть? Смотри, как я ем морковку. Я красавец. Я даже морковку ем красиво. Я спокойно гуляю в лесу. Ем морковку, а не колбасу. Белый хвостик и белые лапки. Белый век ни зимою, ни зябка. Я не мою морковку мою. И капусту не мою свою. Так усилит, когда без мытья. Ты морковка, морковка моя. Я не могу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сколько мне лет? Тебе лет пятьдесят Нет, ну серьезно, пожалуйста, скажи Тебе так лет девять, что ли? Что ты? Гораздо больше, девять с половиной Ну, порядочно Как говорится, старость не радость Небось уже и женишка себе припасла Куда там? Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого? Господи ты, Боже мой, какие солидные разговоры дошли Как здоровье Вашей многоуважаемой? Покашнивает Я вчера с ней долго сидела в реке Кстати, хочешь, на речку пойдем посиди? Там хорошо птички поют Я вчера очень комичную козятку поймал Поцелуй ее от меня в лапу Как мы пойдем на речку? Там ведь стреляют Неужели ты боишься? Вот еще глупый Ведь снаряды не долетают сюда Это ведь далеко А я тебе стих расскажу Пойдем Стих это дело десятое Знаешь, меня ночью комар как укусит заново? Угу Слушаюсь Если я его встречу, я обязательно дам ему по борде Знаешь, ты ужасно комичный Еще бы На том и стоим Скажи Неужели Ватикан Никак не реагирует на эксцессы большевиков? Чего-чего? Неужели Ватикан Никак не реагирует на эксцессы большевиков? Не надо об этом, солнышко, говорить Хорошо? Скажи лучше стихи, что обещал Ах, стихи Я и забыл О Максе Максик вечно моет Максик рук не моет У грязухи Макса Руки точно вакса Волосы, как швабра Чешет их, не храбр Правда комичные стихи? Я их в старом задушевном слове прочитала Здорово сработано А ты их маме-то уже читала? Ну, знаешь Мама не до того Прихварывает все Что же с ней такое? Малокровие Ты знаешь, она целый год При большевиках в Петербурге прожила Вот и получила Жиров не было Потом Эти Азотистые вещества Тоже в организме Не этого Не выходили Да Бедный ты ребенок Еще бы не бедный Когда бежали из Петербурга Я в погоне кроматку, куглевую потеряла Да медведь пищать перестала Не знаешь, отчего он мог перестать пищать? Ну Очевидно, его азотистых веществ не хватило Или просто Саботаж Ну ты прямо-таки прикомичный На мою резиновую собачку похож А ты можешь нижней губой до носа достать? Где там? Вот всю жизнь пытался Не удается А знаешь, у меня одна знакомая девочка достает Очень комично Видишь ты, как пулеметы работают? Что ты, братец? Какой же это пулемет? Пулемет чаще тарахтит Знаешь, совсем как швейная машинка щелкает Это просто пачками стреляют А это просто пачками стреляют Видишь ты, очередями жаль Ого Шрапнелью ахнули Знаешь, ты если не понимаешь, так уж молчи Какая же это шрапнель Обыкновенную трехдюльмовку со шрапнелью спутал Между прочим, шрапнель, когда летит, она как-то по-особенному шуршит А бренгантный снаряд воет, как собака Очень комично Послушай, Глоб Ты откуда все это знаешь? Вот комичный вопрос, ей-богу Поживи свое, и то еще узнаешь Знаешь, Глоб, я достаю котеночка Чтобы у него был розовенький носик и черные глазки Я ему голубенькую леночку привяжу с малюсеньким таким бубенчиком У меня есть, я люблю маленьких котенков Что же я дула? Я и забыла, что мой бубенчик был сломенным золотом в сейфе И коммунисты его по мандату Бомфейна реквизировали Субтитры создавал DimaTorzok По зеленой молодой травке ходят люди В огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями Пройдут по ней, ремонт уедут Прошли Полежал, полежал примятый полураздавленный стебелек Пригрел ему солнце И опять он приподнялся И под теплым дыханием дружественного ветерка Шелестит о своем Амами Пойдем, младь Пойдем сейчас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как здорово! Завтра Рождество! Да и так люблю этот праздник! В этот праздник каждый становится чуточку счастливее И каждый готов помочь своему близку Извините, пожалуйста! Чего тебе? Купите у меня серных спичек! Они замечательные! Да, Сань, не нужны нам твои спички! Пожалуйста! Не мешайся и не стой на дороге, кто зашибет каретами! Извините, пожалуйста! Так, о чем мы с тобой говорили? О счастливее хочется! Ой, смотри! Карета! Да, это, наверное, герцог! Он сильно торопится на праздник! Это так замечательно! Каждый судьбой день радуется и веселится! Что это? Может, кого-то сбила карета? Вряд ли, было бы больше крика! Что это сюда прилетело? Это, похоже, где-то самой торговки со спичками! Может, ее сбила карета? Какой ужас! Бедная девочка! Пойдем посмотрим! Ой, как здорово, что вы нашли мою туфельку! Мы думали, тебя сбила карета! Нет, ну что вы! А это не твоя туфля! Она тебе велика! Вы правы! Это туфли моей матери! Они действительно мне велики! А где твоя вторая туфля? Я ее искала, но не смогла найти! Отдайте, пожалуйста! Отдай ее мне! Она тебе все равно не нужна! Второй же нету! Зачем она тебе? Я делаю люльку для куколы своей сестры Маргариты! Нет, отдайте! Сэр, извините, пожалуйста! Что такое, юная мисс? Вам не нужны серные спички! Примосходные серные спички! Нет, спасибо, я не буду! Прямо благодарю! Мисс! Да? Скажите мне, пожалуйста, что вы делаете здесь, в такую ночь? Я... я продаю спички! Это же неправильно! В этот вечер, накануне Рождества, вы не должны быть здесь! Вы должны немедленно идти домой, к семье, идти в углу! Ну, дело в том, что я живу на чердаке, где холодно и гуляет ветер! Это ужасно! С этим надо что-то делать! Самые большие щели мы закрыли соломой и тряпками, но все равно, там не холоднее, чем здесь! Это ужасно! Ты, наверное, сирота? Нет, ну что, у меня есть отец! Недавно как были живы, мать и бабушка, но... Это просто ужасно! Ему, конечно, трудно приходится! А сейчас я не смею идти домой, потому что не предала ни одной спички! Да и к тому же потеряла туфли своей мамы! Это просто отвратительно! Я очень сильно сочувствую тебе! Куда катится мир? Как мы можем так беспечно относиться к таким детям, как ты? Как мы можем праздновать, забывая о горе ближнего? Спасибо тебе, девочка! Спасибо тебе, девочка! Пожалуйста, стэр! Наверное! Прости, что не могу сейчас тебе ничего помочь! У меня самого не гроша! Но я знаю, что мы сделаем! Приходи ко мне завтра вечером! Завтра у жены нашего губернатора будет день рождения! И мне, на меня кажется, закажет стихотворение в ее честь! И тогда мне понадобятся твои спички! Самые лучшие серные спички! Да-да! Самые-самые лучшие! Волшебные спички! Волшебные спички! Спасибо вам большое! Я обязательно приду! Смотри, не забудь! Счастливого тебе Рождества! Спасибо! И все твои желания исполняю! Спасибо и вам! Надо же! Прошел мимо и не заметил! Конечно! Кто я для него? Никто! Просто тень! Но я давно уже стал человеком! Я нашел себе вешище и выходил только в самые лунные ночи! Я растягивался наво всю длину! Заглядывал в окна домов! Заглядывал туда, куда никто не мог заглянуть! Видел то, чего никто не должен был видеть! Пиши я об этом в газетах, меня бы читали! Но я писал самим заинтересованным лицам! Нагонялся на всех такой страх! Все так боялись меня и так любили! Профессора считали меня своим коллегой! Бортные шили для меня одежду! Монетчики чекали для меня монету! И вот я стал тем, кто я есть! В сущности, мне очень повезло с тех пор, как я отделился от своего хозяина и пошел своей дорогой! И, надо сказать, добился полного состояния, чего нельзя сказать о моем бывшем хозяине! Если бы не эти проклятые спички! Они помогли когда-то от него избавиться, а они могут вернуть все назад! Похоже, мне придется избавиться от них, а заодно и девчонку! Как жаль, что я не смогла продать ни одной спички! И сейчас не смею идти домой! Из-за всех окон льется свет, пахнет жареным гусям! Может быть, если я зажгу хотя бы одну спичку, я смогу хоть немного отогреть руки! Ах, как хорошо! Как тепло! Какая красивая елка! Если ж старая табакерки век не держит табака, заведется в табакерке черти-ждор наверняка! Госпожа Денебинец! Ах, Ваше Величество! Что это? Ах, отойди! Отойди, 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 отойди от черного человека! Ну, бабушка, посмотри! Он ведь такой миленький и чистенький, как ваш фронт просто туалет был! Глупости! Просто у тебя и пастушка, и у тебя этот ветер спустит голове! Ну, бабушка, он только изображает трубочиста! Но на самом деле он настоящий принц! Вздор! Так, так, так! Что? Ах, простите наше сиядельство! Ты выходишь за господина тролля! Да, и у меня очень много серебра в ящиках, не говоря уже о том, что лежит в моих потайных шкафах! Не хочу! Не хочу в шкаф! Я еще так молода! Я там разобьюсь от отчаяния! Вздор! Я буду перебирать вам свои сокровища, а ты будешь дать мне свои сказочки! Скоро свадьбу! Я так несчастна! Что мне делать? Ведь я так молода! Я так приятная! Самая прекрасная на свете! Постой, постой! Меня ты любишь сей душой, но мне не говоришь об этом! Так верно, тоже я тебя люблю! Ну, а теперь бежим! Бежим скорей! Сейчас же! А, сбежали! Кто сбежал? Они! Догнать, поймать! Ах, пастушка сбежала! Она такая смелая! И трубочистки ее любят! Пьеса новая для Королевского театра! Ну, право, глядя, садряй! Вы видите, я ее опять освещу! А роль моя! Ну, вспомните! В той гаде он мне помогал! Ведь не кухах, как я! А реплики мои! Так острову мне не хватает! Как мне тут у вас нравятся! Милейшие актеры! Не могли бы вы привезти нас в театре вашем! Прошу вас! Могу очистить трубку, печь, топить! А я могу сыграть здесь главные все роли! Но в трубе нет свободных мест! И роли главные здесь все играю я! Хотя... Могу выполнять на фиг все черную работу по театру! Зажечь там свечи? Да, садкрым! Подавать костюмы актерам! Мне черную работу выполнять? Нет, я не вынесу! Скорее, идем отсюда! Я ухожу! Ты идешь? Ах, и звери! Да гнать! Вой мать! Вот мы и на месте! Какая красота! Какое небо звездное над нами! Какая высота! И словно пропасть под ногами! Такой... Ты посмотри, какой прекрасный мир! Апчхи! Какой он прекрасен! Звезды, ветер, море! Море там вдали! Апчхи! Зачем мне море? Без лучшей комнаты и в трубочке моей нет ничего на свете! Мчатся корабли! Дай руку мне скорее! Мы поплывем туда, куда подует ветер! И лучший ничего не мог идти на свете! Мчатся корабли! П Anyways! Какой зуман! Как тебя зовут? У меня любовь! Зайи меня! А далее! А у нас шахтеры немного сполны, но отцыкчивые всегда придут на помощь ближним. Вот помогли выехать. А ты здесь тоже шахтер? Ты молчишь и молчишь. Ага? Нет. А мы ее не знаем. А ты не знаешь, что мы чем где? На остановке. А это я знаю. Я имела ввиду, где именно остановка находится. Может быть здесь деревня или город. А то все туман и туман. Как в глаз вытали. Ни чертами. Ага. Только чертей здесь не хватало. А что? Страшно? Да нет. Шума от них много. Я шум не люблю. Без шума не понять истинной ценности пишины. Все поднается в сравнении. Может создашь контраст своим молчанием? Намек поняла. Да. И все-таки где он? Да. Где-то. Задержательно. Так. Итак, чашка тут куда-то? По расписанию. Угу. И тогда должен ближайший. У каждого человека свое расписание. Вот откуда мне знать, когда придет твой автобус, если я своего не могу дождаться уже целую вечность? Нукод? Вот. Ол. Эй. Эй handle! Вы где? Где-о-е? Недunde... Медлюзим... Медлюзим... Меня... Обесесушку, это непосредственное приличие, а? Эээ... Это потому-что это не твой автобус, а ты не его пассажир. Жизнь и так бывает, что двое не подходят друг другу, не смотрят. Смотри, на все рестораны. Ты издеваешься? Да, без того, что мы мало. А вы не подскажете, куда он меня отвезет? Вот так было. Вы что, не знаете? Не совсем. Я такой к маме приезжала. А там уже не мамы, не дома. А что мы съездим? Поздравляю. А, пока еще рано. Мне надо решить, куда ли ты на мне отправиться? Но у меня совсем никаких идей. Ты решай сама только. Так что Вселенная тебя услышала. Подожди. Как Вселенная может слышать? Ты сюда откуда приехал? А уезжал туда? Молчишь. А мать под обстрелами. Зачем бросил? У меня нет ни малейшего шанса уехать. А это как решить Вселенная. Где вопрят? И что меня ждет? Тебя? Как знать? Может, Рикостикс? Здесь переход между двумя Вселенными. Я... Я умыла. Под каждой рекой, особенно она невообразимо огромной, каждое утро повисает туман. Ну кто-то же должен стать туманным. Ну кто-то же должен стать туманным. Уважаемые пассажиры. Уважаемые пассажиры. Все есть и задерживаются на неопределенном времени. Тонечная остановка всех ваших глаз. Облака. О! Уважаемые пассажиры. Тонечная timeframe. Субтитры создавал DimaTorzok Еду к тебе, я на пути, Только меня просят сойти. На землю выпала роса, На них обычная вода, А это чья нибудь слеза, А это чья нибудь вина. На землю выпала роса, На них обычная вода, А это чья нибудь слеза, А это чья нибудь вина. Мне покоря жизнь в городах, И что мой путь в облаках, Что на земле есть много вес, Ох, как тяжело падать с небес. На землю выпала роса, На них обычная вода, А это чья нибудь слеза, А это чья нибудь вина. На землю выпала роса, На них обычная вода, А это чья нибудь слеза, А это чья нибудь вина. Ты уж проси, радость моя, Я не приду, я уж не я, Ты среди тех, кто одинок, Песня моя, На землю выпала роса, На них обычная вода, А это чья нибудь слеза, А это чья нибудь вина. На землю выпала роса, На них обычная вода, А это чья нибудь вина, А это чья нибудь вина. КОПОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 22 июня 1941 года Эта дата звучит в моей памяти страшным звоном Нет, скорее метрономом Холодным, холодным, смертельным Эти слова великаны Говорит Москва Передаем важное правительственное сообщение Граждане и гражданки Советского Союза Сегодня в 4 часа утра Без всякого объявления войны Германские вооруженные силы Атаковали границы Советского Союза Началась Великая Отечественная война Советского народа Против немецко-фашистских захватчиков Наше дело правое Враг будет разбит Победа будет за нами Субтитры создавал DimaTorzok Мы еще не понимали Сколько горя принесет нам война Осознание пришло В момент прощания Как оказалось Навсегда Последний раз я произнесла слово Мамочка На мокрой от дождя платформе У красной солдатской теплюшки Давки Под звуки тревожных бутов паровоза Под громкую команду По вагонам Я не знала, что я всегда прощаюсь с матерью Я шептала Мамочка Ей на ухо И чтобы никто не видел моих слез Вытирал их А ее волосы Но Когда теплушка тронулась Не выдержала Забыла, что я сильная Солдат Забыла, что вокруг люди Множество людей И сквозь грохот колес Восбьющийся Как в глазах ветер запричала Мамочка А потом были песни И было у песен из дома Одно необычайное звездо Которое каждый открывал для себя И никому не признавался в своем открытии И самая трудная минута Когда казалось, что все кончено Или кончится И в следующее мгновение И нет уже ни одной зацепки за жизнь Мы Находили в письмах из дома И прикосновенный запас жизни Шлем вам свой красноармейский привет Вы просите рассказать Как тут у нас Жизнь наша фронтовая Не даем покоя проклятому фашисту Ни днем, ни ночью Ходим в разведку Участвуем в боях Вот и сейчас Дописываем это письмо И отправляемся на боевое задание Здравствуйте, дорогие ребята А также и ваши воспитатели Получили от вас письмо За которое благодарны От всей души И вот решили написать вам Мы готовимся к решающим боям На нашем фронте Мы отомстим за вас, ребята За ваш город Ленинград Мы бойцы и командиры Вызываем вас на соревнования А условия такие Мы будем стараться Крепче бить захватчиков А вы должны хорошо и отлично учиться Колхоз выделил нам Семь гектаром земли И теперь мы растим на ней Свой урожай Мы сделали спектакль Тимур и его команда Один наш воспитатель И пошел на фронт Его провожали всем И с вами большой фронт И мечтали о нашей будущей жизни О том, что мы будем готовить на обед Здравствуй, дорогой папочка Шлю я вам свой горячий пионерский привет И желаю всего хорошего в вашей жизни Победы над врагом Мы получили письмо от вас И ваших товарищей И на общем собрании Решили с вами соревноваться Опишите, как вы живете Ваша дочь Тоня Дорогая дочь Тоня Передаю тебе свой солдатский боевой привет И лучшие пожелания в твоей будущей жизни Ты спрашиваешь, не обижаюсь ли я, что ты называешь меня папой Наоборот, я очень доволен этим, доченька Потому что, когда ты пишешь, дорогой папа То я с такой радостью читаю эти слова Как и от родной своей дочери Любы Привет с фронта от сержанта Савотина Василия Николаевича Самые лучшие пожелания шлют вам красноармейцы Сражающиеся с немецко-фашистскими палачами За будущую светлую жизнь За ваше молодое поколение Прочитал ваше письмо И как будто повидался со своими близкими Ваши письма, дорогие ребята Поднимают дух и настроение всех наших бойцов Значит и вы помогаете нам бить врага Только вчера писал от тебя мой мальчик письмо А сегодня вечером пишу снова Знаешь, Пашенька, я давно хотела написать тебе радостное письмо Думала, что так и не смогу Смерть папы Бабушки Валечки Казалось, ничего в жизни не обрадует меня, кроме встречи с тобой А сегодня был день чудес Радостных, нежданных Поверишь, я была на праздновании Дня рождения Пушкина Музей был закрыт с начала войны И вдруг получаю розовенький, розовенький Листочек Приглашение в музей Пришло восемь человек из близлежащих домов Выступали Вишневский, 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 Вишневский сказал «По чем ты потерялся в музей, и я с трудом тебя отыскала у этого самого бюста» Ты тогда сказал «Я с каменным дядей гулял» Помнишь, знаешь, сынок, нас было восемь человек всего Но мы были в центре вечности и бессмертия Жизнь будет, она бесконечна! Жизнь будет, она бесконечна! Восьмое сентября 1941 года Как-то странно сделалось на душе Когда свежий женский голос сказал До конца войны телефон выключил Я попыталась что-то возразить, протестовать Но сама поняла, что бесполезно Через несколько минут телефон взвякнул И умолк до конца войны И город сразу замер, захолодел, насторожился И так телефоны были выключены повсюду В один и тот же час Остались только считанные В учреждениях, в учреждениях, в больницах, госпиталях А мы работали Но иногда то ли от усталости Нет, скорее с надеждой Войну я слышала не раз А ну-ка, бабы, спляшем, что ли И начинался сухопляц Без музыки, без вскриков звонких Сосредоточены строки Плясали бабы и девчонки Лишь повязав на голову плотки Сосредоточены строки Сосредоточены строки Сосредоточены строки А потом город стали бомбить непрерывно Тревоги уже не объявлялись А потом по убежищу уже никто не спускался Только писали Какая сторона улицы опасна Трамваи остановились Ленинград погрузился во тьму Люди Люди стали носить фосфорные брошки Чтобы не сталкиваться друг с другом лбами В квартирах и днем было темно Разбитые стекла забивались фанерой Но самое страшное было Писать во время дежурства Мелом на стене Живых? В доме? Нет! Девять страничек Страшные строчки Нет запутых Только черные точки Умерли все Умерли все Что поделать В блокадах Голд Уносит людей Ленинграда Жутко и тихо В нашей квартире Кажется Радости нет больше в мире Если бы Хлебушка Всем по кусочку Может Короткий дневник был на строчку Маму и бабушку Ловят у нас Нет больше сил И нет больше смысл Умерли дядя Сестру и брат Смертью голодной Пустяк не умерет Пустяк в квартире В живых Только Таня В маленьком сердце Столько страданья Умерли все Никого больше нет Девочки Таня Одиннадцать лет Тридцать первое декабря Я не сдала подарок Поздравлений Я просто хотела есть Чувство голода Это мое привычное состояние Служащим На передовой Давали пятьсот Граммов Хлеба Рабочим Горячим Сухом По триста семьдесят пять Граммов Остальным дружинкам По двести пятьдесят Граммов Служащим Иждивенцам И детям Давали По пятьсот Сто пятьдесят Сто двадцать пять Граммов Сто двадцать пять Блокадных Граммов Глеба Этот кусочек Был и завтраком И обедом И ужином Да он Оберегли как реликвию Золото Если потеряешь Смерть Смерть Двадцать седьмое января Тысяча девятьсот сорок четвертого года Могучий голос Илитана Ленинград Внимание, товарищи Войска Ленинградского фронта В итоге Двенадцати дневных Напряженных боёв Прорвали И преодолели На всём против Под Ленинградом Сильно укреплённую Глубоко эшелонированную Долговременную Оборону немцев Город Ленинград Полностью освобождён От вражеской блокады И от варварских Артиллерийских Обстрелов противника Вознаменование Одержанной победы И в честь Полного освобождения Ленинграда От вражеской блокады Сегодня Двадцать седьмого Января В двадцать часов Город Ленина Солидует Доблестным Войскам Ленинградского фронта Двадцатью четырьмя Артиллерийскими Заупами Из трёхсот двадцати четырёх орудий Все радосты Клачевают счастье Сколько горя мы пережили Но сколько радости Ещё впереди Мы Верим в окончательную победу Ура! 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 Страною правил. Чеботарь Заплатки ставил. И жилось чеботарю Веселее, чем царю. Царь не ест, Не спит спокойно. У царя перы довольны. А запозже к мастерской Тянет драку День-деньской. Шьет, кроет и ставит Латку, а потом Возьмет трехрядку. Скажет, ну-ка, За боем и за Яс со соловьем. В пляс пойдут его ребята, Так что пол трещит до щапы. Но прослушал государь, Как беспечен Чеботарь. Издает приказ, Он краткий, запрещаем Класть заплатки на башмак И на сапог. Нарушителей во строк. У царя и власть, и сила Чеботарь Припрятал шнур. Драку, нож и молоток. Мастерскую Назову. И сидит себе на рынке, Чистит публики, ботинки. До того натрет башмак, Что блестит он Точно лак. Царь узнал про эту чистку, Пишет новую записку. С парой чищенных сапог Троекратных Брать налог. Чеботарь Опять без дела. Ждать работы Надоело. Взял он руки, Два ведра, Да к реке Пошел с утра. Стал он в жаркую погоду Продавать речную воду. Подходи, народ, сюда. Здесь халавая вода. За копейки Выпьешь кружку, А полкружки За палушку. Поступил царю Донос. Появился Водонос. Воду Носит он народу, А верней Мутит он Воду. Родой царь Потряс И велел Писать приказ. Запрещается народу Пить в жару Сырую воду. Сел на камень Водонос. Загрустил, Повесил нос. И жена, И дети, Боссы. А не пойти мне в матросы. Я и лонок, И силен, И смекалкой наделен. Входит он В контору флота. Говорит, Служить охота, То есть Лавать по морям. Ныне здесь, А завтра там. Видят, Парень он здоровый, Русский, Приличный, Двухметровый. Взяли Мало вопрос. Вот однажды Царь плывет На своей На царской яхте. А матрос Стоит на ванке. Вдруг Поднялся Убаган, Стык, Сборка, Капитан, И помощник, И матросы. Болит яхту На утесы. Так и есть. Раздался И... А потом Зловещий плеск. Боссман Требует Матросы. Все того же Водоносы. Где пробоина У носа? Надо, брат, Заплату Класть, Чтобы Судно Не пропасть. А матрос Сырил ответ. Можем. Положить Заплату Можем. Но, простите, Ваша власть Не велит Заплату Класть. Царь Выходит Непричесанный Разутый По колено Борода По колено И вода. Молит Жалобно Нырни Да пробоину Заткни. Накажу Тебя чинами Голумами Орденами Сколько Ты воды Хлебнешь Столько Чести Наживешь За глоток Воды Студенный По медали Золоченой. А матрос Стоил в ответ Буду Пить Приказа Нет Не велели Вы народу Пить в жару Сырую воду. Ну да ладно Я нырну Да пробоину Заткну Идите же нам Ко дну Только вы уж Извините Все приказы Отмените Или каждый Ваш приказ Обернется Против вас. Между тем Война Со славою Была Кончена Полки Наши Возвращались Из-за границы Народ Бежал Им Навстречу Музыка Играла Завоеванные Песни Бевахи Анрикуатор Тирольские Вальсы И Арии Из Жаконды Офицеры Валерсеры Свидания С каким-нибудь Неденодушием Мы Соединяли Чувство Народной Гордости И любви К государю От него Какая была Минута Женщины Русские Русские Женщины Были Тогда Бесподобны Обыкновенная Холодость Исчезла Восторг Их был Истинно Упорителен Когда Встречали Победителей Кричали Они Ура И В воздух Чепчики Бросали Кто Из Тогдашних Офицеров Не Сознается Что Русской Женщине Обязан Был Лучше Драгоценнейшей Наградой В это Блистательное Время Марья Гавриловна Жила С матерью В губернии И Не видала Как Обе Столицы Праздновали Возвращение В войск Но В уездах И деревнях Общий Восток Может быть Был Еще Сильнее Появление В всех местах Офицера Было Для него Настоящим Торжеством И Любовнику Во фраке Плохо Было В его соседке Мы уже Сказывали Что Несмотря На ее Холодность Марья Гавриловна По-прежнему Окружна Была Искателями Но Все Должны Были Отступить Когда Явился В ее Замке Раненый Бусарский Полковник Бурмин С Георгием Петлиц И С Интересной Бледностью Как говорили Тамошние Барышни Ему Было Около Двадцати Шести Лет Он Приехал В отпуск В свои Поместья Находившись По соседку Деревни Марья Гавриловны Марья Гавриловна Очень Его Отвечал При Нем Обыкновенная Задумчивость Ее Ожиглялась Нельзя Было Сказать Что Понас Не Кокетничала Но Поэт Заметь Ее Поведение Сказал Б Бор Бор Было Просто И Свободно Но Что Бы Она Не Сказала Или Не Сделала Душа И Взоры Его Так За Нею И Следовали Он Казался Мраво Тихого И Скромного Но Молва Уверяла Что Некогда Было Нужастным Повесою И Это Не Вредило Ему Во мнении Марьи Гавриловны Которая Как и Все Молодые Дамы Вообще Изменял Шалости Обнаруживающей Смелость И Пылкость Характера Но Более Всего Более Его Нежности Более Приятного Разговора Более Интересной Бледности Более Перевязанной Руки Молчание Молодого Гусара Более Всего Подстрекал Ему Любопытство И Воображение Она Не Могла Не Сознаваться В том Что Она Очень Ему Нравилась Вероятно И Он Своим Умом И Опытностью Мог Уже Заметить Что Она Отвечала Его Каким же Образом До Сих Пор Она Не Видала Его У своих Ног И Не Слыхала Его Признания Что Удерживало Его Робость Неразлучная С Себя Достойного Лежит И Кончится Бурмин Нашел Марью Гавриловну У пруда Подым С Книг В Руках В Белом Платье Настоящей Героиней Романа После Первых Вопросов Марья Гавриловна Нарочно Перестала Поддерживать Разговор Усиливая Таким Образом Взаимное Замешательство От Которого Можно Было Избавиться Разве Только Незапным И Решительным Объяснением Так И Случилось Бурмин Чувствуя Затруднительность Своего Положения Объявил Что Искал Давно Случ Открытие Своего Сердца И Потребовал Минуты Внимания Варья Гавриловна Закрыла Книгу И Потупила Глаза В знак Согласия Я Вас Люблю Сказал Бурмин Я Вас Люблю Страстно Варья Гавриловна Покраснела И наклонила Полу Еще Ниже Я Поскутываю Неосторожно Придавай Смелой Привычки Видеть и Слышать Вас Ежедневно Марья Гавриловна Вспомнила Первое Песно Сэнфрии Теперь уже Поздно Противиться Судьбе Моей Воспоминаниям Об вас Ваш Милый Несравненный Образ Отныне Будет Мучением И отрадую Жизни Моей Но мне Представь Исполнить Тяжелую Обязанность Открыть Вам Ужасную Тайну И положить Между нами Непреодолимую Преграду Она Всегда Существовала Между нами Приволожимостью Марья Гавриловна Я никогда Не могла Быть вашей женой Знаю Сказала Итихо Знаю Что они Как-то Вы любили Но смерти Три года Светлани Добрая Милая Марья Гавриловна Не старайтесь Тешить Мне последнее Утешение Мысли Что вы бы Согласились Сделать Мое счастье Если бы Молчите Ради Бога Молчите Вы терзаете Меня Да Я знаю Я чувствую Что вы были бы Моими Но я Несчастнейшее Создание Я женат Марья Гавриловна Склинула На него С удивлением Я женат Продолжал Гурмин Я женат Уже четвертый год И не знаю Кто Моя жена И где Она И должен Я свидетель С нею Когда-нибудь Что вы Говорите Господь Молчите Молчите Как Как это Странно Продолжайте Я расскажу После Продолжайте Продолжайте Сделайте Милость Продолжайте В начале 1812 года Сказал Бурмин Я спешил В Вильну Где находился Наш полк Приехал Однажды На станцию Поздно Вечером Я велел Было Поскорее Закладывать Лошадей Как Вдруг Поднялась Ужасная Метель Смотритель И Ямщики Советовали Не переждать Я их Послушался У меня Непонятно Беспокойство Обладело Мною Оказалось Как будто Кто-то Так Меня И Толкал Буря Не Утихала Я Не Вытерпел Приказал Закладывать И Поехал В Самую Бурю Ямщик Обздумал Всех Хочешь Что Должно Было Сократить Наш Пусть Ренаверст Берега Были Занесены Ямщик Проехал Мимо Того Места Где Выезжали На Дорогу И Таким Образом Учутились Мы В незнакомой Стороне Буря Не Утихала Я Увидел Огонек И Велел Ехать Туда Мы Приехали В деревню В деревянной Церкви Горел Огонь Церковь Была Отмерена За градой Стоял Несколько Саней По Паперти Ходили Люди Сюда Сюда Закричало Несколько Голосов Я Велел Ящику Подъехать Помимо Где Ты Замешкался Сказал Никто Невеста В оборке Поп Не знает Что Делать Мы Готовы Были Ехать Назад Выходи Же Скорее Я Молча Выпрыгнул Сами И Вошел В церковь Слабо Освященный День Не освещали Девушка Спела В темном углу Другая Терла Виски Слава Богу Слава Богу Сказал Это Насилу Приехали Чуть Было Барышни Не уморили Старый Священник Подошел К мне С вопросом Прикажете Начинать Начинайте Начинайте Батюшка Отвечал Я Рассеянно Невесту Подняли Она Показалась Мне Не дурна Непонятная Непростительная Ветренность Я Стал Подли Нее Перед Налоем Старый Священник Торопился Трое Мужчины Горничная Поддерживали Невесту И заняты Были Только Ею Нас Обвенчали Поцелуйтесь Сказали Нам Жена Моя Обратила Ко мне Своё Бредное Лицо Я готов Было Ее Уже Поцеловать И Она вскрикнула Ай Не он Не он И упала Без памяти Свидетели Устремили На меня Испуганные Глаза Я Молча Повернулся Вышел Из церкви Бросился В кибитку И закричал Пошёл Боже мой Боже мой Боже мой Так это были вы И вы не узнаёте Меня Пурмин Поплетнел И бросился К ее Ногам Браво Браво Спасибо за субтитры Безис Безис Ложимся И Безис А мы хотим играть, а я пить хочу, а я писать. А у нас зубы не почищены, а у меня лукойки не додел, а у меня бессонница и у нас тоже. Мне это все надоело, каждый вечер повторяется одно и то же. Надо что-то придумать. Что? Что? Может, ты бросаешь на ночь сказку? Я сказку? Сказку, сказку! Но я не помню ни одной. А мы тебе поможем. Ну, папочка, ну, пожалуйста. Ну, папочка, ну, пожалуйста. Только чтоб она хорошо заканчивалась и чтоб там были спеи. Пусть это будет жаль, пусть нет. Пусть смертную, а я хочу вкусную. Ну, хорошо, слушай. Жила-была девочка и звали ее Желтая Шапочка. Нет, Красная. Ах да, Красная. Однажды позвала ее мама и говорила. Зеленая Шапочка. Да нет же, Красная. Ах да, Красная. Сходи, пожалуйста, с тетей и отнеси эту картофельную шелуху. Нет, папочка, отнеси ее, хорошо. Ладно. Идет она по лесу, а навстречу ей... Жи-ра-па. Ой, пусть она ее путали. А все еще и волк, а никакая же волка. Правильно, волк. Он ей спрашивает, сколько будет 6 и 8. Нет. Он спросил, куда ты идешь, Красная Шапочка. Да, конечно. А черная шапочка отвечает. А она Красная, Красная, Красная. Да, да, Красная, она отвечает. Я иду на рынок за домашним соусом. Нет, совсем не так. Я иду на месиквельную бабушку, но я заблудилась. Правильно, а лошадь едет и говорит. Какая лошадь? Там был волк. Конечно, волк. Так вот, он говорит. Сядь на 55-й трамвай, выезжай в рекомендарке 8. Потом повернешь направо и увидишь лестницу. Возле нее на земле лежит монетка. Лестницу не трогай, а монетку возьми. И купите ли жевательную резинку. Продите! Вы совсем не умеете распадывать сказки. А жевательную резинку вы нам все-таки купили. Да! Хорошо! Только сказки с вами сочиняйте. Легко! А я все равно хочу кушать. А давайте расскажем вкусную сказку. Про конфеты! Про тофти! Нет, давайте начнем с морозного! Давайте начнем с морозного! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А так мы поломнику на хладной площади построили дом из морозного. Все ребята, бежали сюда эту площадь, чтобы хоть капелька полезать этот вкусный дом. Крылья шум не уплачет. Морь милотная. Вместо дыма и струб строились хлопы следов сливок. А камины были сложны из сухатов. А что, все остальное было из морозного? Да! Верень из морозного! Верень из морозного! Верень из морозного! И даже верень из морозного! Ничего себе! Ну, родители, продолжайте! Ну, ладно! Один маленький мальчик, но просто приливка ветерного столу. Он так усердно нанесал все его четыре ножки, что так, наконец, не выдержал. И рюкнул ему на голову со всеми тарелками и блюдцами. Которые были сделаны из морозного в шоколаде. В покол! В покол! В покол! В самом лучшем, разумеется! В молочном соленой королеве. Чертина! Чертина! Ха-ха-ха! Еще скорее! И все дети в морозе съедают дом, чтоб ни одной капли не пропало зря! Субтитры подогнал «Симон»! Крестницы! Бежала-то молима одна старушка, У которой не хватало сил, Разрабиться сквозь колку. Хоть одно крестницы для бедной старушки, Но бы не убить крестницы, По возможности, конечно, с ручками. Тут один по городу поставлен просто дом И принес ей крепиться, украшенное кремом и фиташками. Видели бы вы, как обрадовалась эта бедная старушка? Она сразу принялась для него и начала как раз сурочек. Вот это праздник! И что ни у кого это шишиво? Ты не моги? Нет, там уж беденец, доктора! А я хочу мороженое! Может, мне еще целый дом из мороженого поможет? Сей, может, вы уже ляжете спать? Нет! Ну, уже десять! Чурни десять, чурни девять! Чурни маски! Чурни семь! Это что еще такое? Это мы придумываем тисло! Что же так придумывает? Девять! Вот у нас, папа, это тисло! Например, бильярдон, бильярдон! Или квитильон, квитильон! Мы даже язык свой придумали! Да, смотрите! Сокол, бокал, 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 бокал! Прямо как? По-моему, лошадицы слегка поглупили! Я этого... Новейшая гадательная книга Вика Вальдам Ознашает намную эту желательность Сегодня для многих Этот сюжет не веет романтический отрас Благодаря опере Чайковского Но, но у Пушкина все намного сложнее, глубже и трагичнее И есть мнение, что Пушкин написал реальный случай Который произошел с графиней Натальей Петровной Голицыной И ее внуков Давайте представим Что могло происходить в Российской империи В начале девятнадцатого века И как воспринимали данные сюжеты современники В те долгие времена Все дворянство реально зачитывалось Западной мистической литературой К сожалению, забывая опыт прежних веков Забывая красоту и многограммность родного языка Высшее общество начало перенимать культуру других стран В искусстве, литературе и культуре Именно тогда дворянство попало под сильное влияние Западных просветителей И необдуманно шагнуло на ложный путь Так сложилось, что культура русского языка Отошла на второй план В своей стране высшее общество Стало казаться иностранственным В их речи вблились слова и фразы Которые были чужие, холодные и непонятные Для простых людей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Держись Ну, давай, вот так Все, давай Ну, держись Держись, садов Еще, еще А вот так Опа А что ты хочешь делать? Я тебя выведу Поздравляю Выведем Выведем за мою победу Мы в Санкт-Петербурге Действие происходит в 30-е годы 19-го века 1833-й год Однажды играли в карты У флаговардеевца Дарумова Ночь прошла незаметно Сели ужинать в 5-е часы утра Да что же ты делал? Нарумов! Проиграл Пообухонили Надобно признаться Я все проиграю Ты ни разу не подставил лон-тен Твердость твоя Для меня удивительная А в таком гене Сказал один из гостей Их называемого Молодого и Женера От рот уникал В карты в руки До 5-ти часов сидит с нами И смотрит на нашу игру Игра Занимает меня Сильно Но я не в состоянии Жертвовать необходимым Чтобы приобрести излишне Герман немец Он расчетный Вот и все А кто остается для меня загадкой Так это моя бабушка Грагуя Анна Пилетовна Не могу урозветь Ну почему она не хатирует Да что же тут удивительно Что 80-летняя старуха Не хатирует Ааааа Так вы же про нее Ничего не знаете Нет Ничего Сказали все Кто сидел за столом Так, я вам сейчас расскажу. Надо знать, что лет шестьдесят тому назад моя бабушка ездила в Париж и была там при дворе в большой моде. Но однажды она проиграла очень много. Она родилась домой и приказала дедушке заплатить. А дедушка сказал, что под Парижом нет ни подмосковных, ни саратовских дел. Иначе отказался от платежа. Дедушка бунтовал. Моя бабушка была коротко знакома с одним человеком. Может быть, слышали о графе Сан-Жермании? Так вот, моя бабушка знала, что граф обладает большим состоянием. Она написала ему записку. С требованием немедля явиться к ней. С требованием немедленности. Но боюсь, вы не будете спокойны, пока со мной не расплатитесь. Есть отличные средства. Вы можете отыграться. Но, любезная игра, у нас денег в оксе нет. Деньги тут не нужны. Извольте меня выслушать. Он открыл мне тайну, за которую всякий человек дорого выдал. В тот же вечер моя бабушка видела стакан, что игроки начала фантировать. Она выиграла три карты, поставила их одну за одной. Все три выиграли. Злоки! Сказка! Может статься прошовые карты? Не думаю. У тебя есть бабушка, которая угадала их три карты сряду, а ты до сих пор не веренному не ее коммунистике? Да чем-то с два на руках. У моей бабушки было четыре сына. И, думаете, она хоть кому-то раскрыла свою тайну? Хотя, помню, покойный Чеплицкий, который умер в нищете. Он однажды проигрался по-крупному, около трехсот тысяч. Бабушка над ним сжалилась и дала ему криканку. Но с условием, что он поклянется никогда в жизни больше не играть. Ну, он отыгрался и даже остался вывившим. Ну, пора схватить. Давайте. Уже расцветал. Молодые я перейдил и разъехал. Проверяți. Первая Туны Эрманд Мама в нашем этапе посетить. Везет. Старая гохиня сидела в своей голове и взяла. Она сохранила все прегущие свои волосы, строго взглядела волосы в 70-х годов. У Акоши сидела на 5-й башен, ее воспитанница. О, я кроме нон-телеса, да? И дунул все жанг до жанг. Мама в тренинг. Лизет. Лизет, помоги мне снять рассвет. Быстрее. Убери себя. Иди. Да, глувайте. Иди. Рад на у Маму. Здравствуйте. О, Маман, как. Он жоп. Я так радуюсь, Гранд-Маман. Он модели, да? Он жоп. У вас, как всегда, великолепно. А, Гранд-Маман, а я ведь к вам с просьбой. Что такое, Коль? Гранд-Маман, позвольте мне представить вам своего приятеля. А в пятницу привезти его к вам на бал. Привези мне его прямо на бал, там и представишь. Был ты вчера сегодня? О, конечно. Как же было весело. Танцевали до пяти часов утра. Как хороша была Елецкая. Ты, Монжи, что же ты хорошего? Такова и была ее бабушка, книгиня Дарья Петровна, чья она уж постарела. Как, книгиня, как постарела? Она лет семь как умерла, Гранд-Маман. Умерла? А я и не знала. Мы вместе были пожалованы во фрейд. Ну-ка, Коль, теперь помоги мне встать. Писать. Писать-ка, где моя табакетка? Ну? Писать-ка. Писать-ка, где моя табакетка? Писать-ка, где моя табакетка? И по широкой, на все классной улочке. Замурья красная цветет, Солнце ясное встает, На лакушке водя. Новый день сменяет ночь, Только радость мне не в ночь, Я утратила и тяга. Горячей и солоней, Слезы вдох и матерей, Где теперь душа его. Горько чашу пил до дна, Я теперь совсем одна, Мне, дитя, тяга, ерун. Тоска в дочерях, И лет добра, Отец небесный дитя забрал. Где же мой родимый горь, В монастырь с бедой идем, Мы одною прошкою. Горько чашу пил до дна, Только боль в душе одна, Ух ты, горе тяжкое. Тоска в дочерях, И лет добра, Отец небесный дитя забрал. Тринадцать лет мне снится мальчик, Тринадцать лет я буду вскрикивать во сне, Умывать окровавленное детское личико, Ключевой водой. Нет царевича. Нет Дмитрия. Убили кого. Убили кого. Убили кого. Поройradок. Замазар. Убили кого. Холocка. Замазар. Убилыеèle. Реш 8. Б哈哈哈. Реш 8. Растерзали их на части. Растерзали их на части. Все люди на смерти Царевича на месте разберутся. Вынесут правильное решение. Растерзали их на части. Расследовал нечаянную смерть Царевича. Расследовал несчастный случай. Во время игры с дворовыми детьми у Царевича случился приступ эпилепсии. Царевич случайно ударил себя горло ножом. А он точно мертвый? Видел его? Видел. Сам полетел в мертвое тело. Вру. Чтобы снова не оказаться на меня в ссылке. Врешь. Молодец. Будет мне награда. Я милостив тем, кто со мной заодно. А этот шуйский мир. Осторожный какой. Незаурядной выдержки. Готов мне служить. Ну, если, конечно, это не мешает его интересам. А для собственной выгоды организует же любое злодейство. Чрезвычайно лжив. Какова природа Придворного? Каков век? Что ж, можно докладывать царю. Так мог и так, Федор Иоаннович. С царевичем произошел несчастный случай. Ножиком провел погоду. Умер. На руках у кормилица. Тоже случилась смута. Вспыхнуло восстание в Угличе. Были большие беспорядки. Толпа растерзала нескольких людей. После того, что случилось, мать царевича Марию ждет после их монахини. А всех ее родственников отправить ссылку. Никому не позволено починять кровавый самосуд. Моему на закон. Более нет конкурентов. Смерть царевича расчистила пунктов. Царь Федор Иоаннович. Единственный человек с правами на крестов. Один. Федор Иоаннович не может оставить наследника. Сестра моя Ирина. Не может родить. Царь Федор Иоаннович. Тержок. Да не деятель. Не отличается ни здоровьем, ни умом. Не способен он руководить государством. Не интересуется государственной жизнью. У него любовь к Богу на первом месте. Изнуряет он себя духовными подвигами. На моих плечах лежит бремя заботы о благе государства. Моя сестра Ирина на царя. А у меня в крепкой союзе я учредил патриаршество в России. Благословенец и Бог Твои, научи меня о правдании Твои. Благословенец и Бог Твои. Повышаю престиж страны. И наконец-то русская православная церковь отделилась от византийской патриархии. Я добился того, чтобы патриархом был назначен митрополит Леонг. В будущем церковная реформа обеспечит мне поддержку русской церкви. Митрополит мой должник. Благословенец и Бог Твои. Смирнова Барбара. 12 лет. Кострома. Ольга Бергольц. Блокадная ласточка. Весной 42-го года множество ленинградцев носили на груди жетон, ласточку с письмом в клювы. Сквозь года и радости и невзгоды Вечно будет дни сиять одна, та весна 42-го года, наслажденном городе весна. Маленькую ласточку из жести я носила на груди сама. Это было знаком доброй вести. Это означало жду письма. Этот знак придумала блокада. Знали мы, что только самолет, только птица к нам до Ленинграда с милой и милой Родины дойдет. Сколько писем с той поры мне было, отчего же кажется самой, что до ныне я не получила самое желанное письмо. Чтобы к жизни, вставши за словами, к правде, влитой в каждую строку, совестью припасть бы, как устами, раскаленный полдень к роднику. Кто не написал его? Не выслал? Счастье ли? Победа ли? Беда? Или друг, который не отыскан и не узнал мою навсегда? Или где-нибудь до ныне бродит то письмо, желанное, как свет, ищет адрес мой и не находит? И томясь тоскует. Где же ответ? Или близок день? И непременно в час большой душевной тишины я приму неслыханной, нетленной весть, идущую еще с войны. О, найди меня! Гори со мною! Ты, давно обещанная мне, всем, что было, даже той смешной ласточкой в осаде на войне. Ребята, посмотрите, что я нашла! Что это? Где ты это взяла? Да вот здесь, честно. Написано «Мемуары». Должно быть, кто-то когда-то ее сюда спрятал и забыл достать. А давайте откроем. Давайте! Ребята, это воспоминания 16-летней девочки, милой Аниной, пережившей блокады Ленинграда. О, тут целый сборник стихов. Слушайте, война обрушилась внезапно. Все переполнило собой. И все смешалось в этом мире, и смерть носилась над землей. С войной, слепою и жестокой, я бок о бок Голгофе шла. Четыре очень долгих года свой крест не детский я несла. Нет, и детей война не пощадила, и все невзгоды выдала сполна. Я стала малолетнюю старухой. Все видела, все знала, все могла. Ведь войны жалости не знают. Война не ведает добро. Шел по земле жестокий молох, не разбирая никого. Когда началась война, мне было неполных семь лет. Мы жили на улице Старчик. Нас было четверо. Мама, папа, брат и я. В соседней комнате жили Зойка с бабушкой и мамой. Перед домом, впритык друг к другу, тянулись сараи с дровами, курами и голубяднями на крышах. Мы любили играть в своем уютном дворике, где под ногами путались куры, где жил задилистый петух, который не жаловал чужаков. Фотокарточки довоенные. Мама, папа, братишка и я. Вот я плачу, а тут с мороженым, вот мы с Зойкой держим кота. Я в матроске, с косою до пояса, на качелях у коки в саду. Здесь мы все на веранде обедаем, в довоенном ушедшем раю. Вот в снегу я катаюсь с горки, вот на даче цветы, река. Это бабушки, это дедушки. Только все зачеркнула война. Это мама поет под гитару здесь вот, с братиком на руках. Я в блокадной, холодной комнате. Над альбомом сижу в слезах. Как недавно все это было. Только все разорила война. Довоенные фотокарточки. Слабый отблеск былого тепла. С вступлением холодов дома стало очень холодно, голодно, страшно и очень одиноко. Я все чаще оставалась одна. И тогда мне впервые отчетливо захотелось умереть. Воспоминания хлынули лавиной, они способны раздавить меня. Война, блокада, страхи и болезни. Бергольц, бомбежки, лютая зима. Сто двадцать пять святых, бесценных граммов, святого хлеба. Очередь за ним. Вода из грязного растопленного снега. И похождения долгие за ним. Воспоминания хлынули лавиной, они способны раздавить меня. И вспоминать не хочется блокаду. Все снова пропускать через себя. Окно в комнате было занавешено светомаскировкой. Вставая утром, я отгибала небольшой краешек и в этой полутьме пыталась рисовать. Бумаги не было. И я разрисовывала стены прямо по обоям. Я рисовала такие ненужные для семилетней девочки все атрибуты войны. Танки, самолеты, пушки. И вперемешку с ними цветы, много солнышек с лучиками, детей с папами и мамами. И все, на что была способна детская фантазия. Я рисую на стене все, что в голову придет. Это танк. А тут меня мама за руку ведет. Здесь деревья, там стрельба. Это солнце круг с лучами. Вот зеленая поляна с разноцветными цветами. Я продрогла. Есть охота. Дрожь в коленках и руках. Разрисованные стены закружились вдруг в глазах. Я из блокады и войны. Я знаю то, что знать не надо. Я в ней жила. Я помню все, какой была моя блокада. Неправда, что не помнят дети все тяготы блокадных лет. Мы – книга памяти и боли и детских маленьких побед. Говорят, что человек жив, пока о нем помнят. Помните! Голос с патокой жирной, солоно. Снова снилось его лицо. Символ дьявола круга нового утра. Дьявола колесо. Нет, он может. Он просто ленится. Ну, не мучает голова. Отчитаться. Удостовериться. Да, действительно, ты жива. Держит в пластиковом стаканчике кофе. Приторно, как всегда. А в ночной? Сегодня Танечке подежурить придется, да? Таня. Добрая, сверхурочная. Кротость. Нету и двадцати. Попросить бы бинтов, намоченных, к изголовью мне привести. Я больная. Я прокаженная. Я прокаженная. Мой диагноз уже пароль. Безнадежная. Зараженная. Не дотрагиваться. Любовь. Солнце в тесной палате весятся, и голгофую на полу крест окна. Я четыре месяца свою смерть по углам стелю вместо коврика прикроватного, ядом солнечного луча. Таня, тихая, аккуратная, и далекой грозой набатную поступ нервная глава врача. Сухо в живых. И кровь, мазутная жижа, лужа не разлита по постели. Ежеминутное перевязывание бинта обнажает не ткань погровую, черный радужный перелив нефти. Пленкой миллиметровую, будто берег меня накрыв. Слита. Выпарена. Откачено все, внутри только жар и сушь. Сушь и жар. И жгутами схвачены соконосные токи душ. Слезы выжаты все. Сукровицу гонит слезная железа по щекам, отчего ли ловятся и не видят мои глаза. День, как крик. И зубцами гнуты не лихорадочные забытья. День, как дыба. На ней распнуты мы. Моя память, и рядом я. Крик. Стон. Он. Он. День, как вихрь в пустыне. Солоная песок забивает рот. Днем спрессовано, колесовано и разбросано у ворот. Лязг. Звон. Он. Он. Свет засаден. День. Он. 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 Он.